Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд с небесный» сегодня у нас в гостях. Но сегодня Роман Николаевич Лункин, я хочу представить вас как политолога больше и, наверное, социолога. Роман, вы не против? Потому что вопросы, которые я хочу задать вам, несколько вопросов буквально, они касаются больше, наверное, политологии и социологии. Да, добрый день всем, кто слушает и смотрит. Добрый день, пастор Альберта. Я абсолютно согласен, да. Я и политолог, и социолог с элементом исследования религиозной жизни, религиозно-общественной жизни. Ну, первый вопрос, наверное, он сам напрашивается. Новое время наступило, мы его не ждали. Знаете, раз уж вы коснулись религиозной деятельности, в Библии написано «Во мгновение ока». Я другого слова просто не нахожу, как процессы сменяются. Вот мы проснулись утром, послушали речь нашего президента и все, моргнули глазами. И новый мир наступил, новое время наступило. Какие личности, какие лидеры или какие качества сегодня требуются для лидера нового времени? Время, когда идет гигантский тектонический сдвиг всех политических платформ, парадигм, всего. Прежде всего, я хотел бы сказать, что, конечно, это ситуация, которая сложилась вокруг военной операции России на Украине. Это ситуация трагичная, имеющая свои глубокие причины. С одной стороны, это решение России вызвало такой эмоциональный шок. Но, с другой стороны, и особенно специалисты, международники, и мои коллеги из Института Европы, и других профильных институтов, которые занимаются международными отношениями, проблемами безопасности, они абсолютно сознавали, что было достаточно много причин, которые прямо вели к этой ситуации. И, в общем, провоцировали Россию со всех сторон, со многих сторон. Это не только со стороны НАТО, и со стороны Европы, и информационная компания на Западе, которая, в общем, приобрела такие истеричные формы после начала этой военной операции. И в этой ситуации, конечно, священнослужителям, может быть, и вообще церквям очень сложно. Очень сложно, сложнее всего, потому что всегда тяжело между разными сторонами находиться. И ясно, что как-то тяжело с точки зрения веры, с точки зрения богословия объяснять вообще происходящее человеческое горе. Это, я понимаю, что очень тяжело. И, кроме того, особенность вот этого конфликта, главная особенность, она состоит в том, что по обе стороны баррикад фронта православные и протестанты в том числе. Но в большинстве своем специалисты, и я в том числе еще с 2014 года, мы происходящие конфликты называли борьбой именно православных с православными. И уже тогда я и статью даже с таким названием написал в 2015 году. Соответственно, корни и корни самого конфликта, видите, они, в общем, достаточно глубокие. – Какие качества должен иметь лидер? – Новый лидер, новая лидер. – Вот в этой ситуации новый лидер, новая. Но вы видите какого-то нового лидера? – Нет, я не видел. – Где, с какой стороны? – С той стороны видно нового лидера. Вот знаете, как бы ни оценивали президента Зеленского, но он показал себя как личность. Я не знаю, согласитесь вы или нет, но весь мир увидел новое лицо, нового человека, над которым смеялись, наркоман, какие термины к нему не придумывали. – Ну, с этим я скорее согласен, да, потому что, судя по поведению Владимира Зеленского, он смог в какой-то степени взять и свои эмоции под контроль и достаточно хорошо вот в этой ситуации, достаточно патовый для Украины говорит. Но при этом в политическом плане он же не смог взять под контроль, что называется, вот власть и все вот эти армейские группировки, которые вокруг, и националистические группировки, которые вокруг него все-таки есть. Это тоже факт. – С российской точки зрения вы говорите, как российский религолог, или политолог, скажем так. – Ну, я все говорю со своей точки зрения. – Все, понял, понял. – Просто там, ну, в Украине другая точка зрения, что он сумел объединить все элиты, и бизнес-элиты, и политические элиты, и националистические элиты, что вся страна стала как один, ну, и, не знаю, мы не можем все списать на пропагандистские клише, что это все пропаганда украинская. – Нет, не можем, но при этом, если бы элита консолидировалась, и все было бы так консолидировано, то тогда не было бы политических убийств в Киеве. Они и сейчас тоже есть, и были, и есть. В общем, есть факты, которые говорят и об обратном. Я бы хотел, с вашего позволения, для того, чтобы подвести к вашему вопросу, по тому, какой лидер нужен. Потому что, ну, с российской точки зрения, конечно, нас беспокоит и ситуация внутри страны, у нас, и как будет ситуация развиваться в будущем. Здесь очень важно понимание, в том числе и для любого лидера это важно понимать. Почему в России сложился такой вот относительный, конечно, не крымский, вот как было в 2014 году, но относительно консенсус вокруг власти, не побоюсь этого слова, вокруг Кремля и президента Путина, и вокруг военной операции. Я бы выделил вот три составляющие, то есть три вот таких идейных позиции в поддержку военной операции, значит, внутри России. Первое – это условно почерники. Почерники я сам встречал и среди своих коллег, и в Фейсбуке там тоже были такие, то, что называется, холивары вокруг этого. Но с точки зрения почерников правильное решение, неправильное решение, но при этом это наша страна, это наша армия, и мы не должны выступать против нашей армии. Мы не можем выступать, пойти против себя и выступать за поражение. Первая точка зрения. Это первая точка зрения, это так называемые почерники. Второе, ну, для второй категории я такого названия не придумал, это люди, питающие надежду. Это люди, питающие надежду на то, что вообще все будет хорошо, все хорошо кончится и будет развиваться в более-менее адекватном ключе, но при этом Россия не пойдет на попятное, потому что назад пути нет. То, что назад пути нет, это тоже некоторое такое и политическое, и, я бы сказал, психологическое ощущение у многих людей присутствует. Люди, которые питают надежды, они, ну, во всяком, в любом обществе есть большая часть людей, которые могут при изменении ситуации очень легко поменять свое мнение, свои взгляды, но сейчас таких людей, которые питают надежду на лучшее, на лучшее будущее, в том числе в той ситуации, в которой Россия находится сейчас, их много, много достаточно. Это вторая категория. Третья – это патриоты. Патриоты, у которых, в общем, сознание сформировано частично, подчеркиваю, частично, не полностью, как обычно считается, информационной пропагандой и компаниями, а частично, в общем, это такая экономическая целесообразность и, в общем, свой, и соблюдение своего интереса. Я и у себя в Телеграме, в Телеграм-канале Лункин просто располагал такую градацию от Валерия Федорова, главы ФЦИОМа. Он расположил разные группы населения в зависимости от того, кто и как пострадает от санкций. Так вот, группа, как бы, самых бедных и низшего среднего класса в России, в общем, от санкций, по большому счету, не пострадает. И потому что ситуация там все-таки выровняется, и потому что там многим людям просто, как бы, некуда дальше страдать. Беднее стать уже невозможно, что ли? Да, многим беднее стать невозможно, а определенный социальный уровень, уровень государства поддержит. И есть вот этот определенный патриотизм у достаточно большой части населения, как вот, опять же, в целом и фон провели опрос, что 70% населения поддерживают военную операцию, и большей частью поддерживают сельское население, и там малые города. Городское меньше поддерживает, но это чисто экономически, потому что экономически городское теряет больше, соответственно. Что, на мой взгляд, цементирует, пока цементирует вот эту, как бы, военную поддержку? Не, как бы, огромной, может быть, части общества, как было в 2014 году, но большинство, но большинство. И цементирует первое, это социальная стабильность, потому что власти оказались, как-никак, даже при сегодняшнем росте цен, власти оказались к этому готовы, к тому, что будет происходить. И никакой паники я не вижу. Даже в регионах, в общем, как бы, относительно спокойно. Только сахар пропал, в основном в магазинах уже. Ну, не везде, в общем, в Москве, по крайней мере, я не знаю, как в Калуге. В Москве все есть. Ну, я думаю, что в Москве все и будет, но это уже, как бы, другой вопрос. Значит, первое, это вот эта социальная стабильность. Второе, это такая, как бы, вот внимание, это сопротивление тому, что у нас, значит, называется русофобией. Потому что и раньше вот это сопротивление России на Западе, оно возрастало и на разных переговорах экономических и дипломатических с Россией. И, ну, Россию не слушали, не хотели разговаривать. А теперь вот та истерия, которая стала происходить, и я сужу не по телевидению. Я сужу и по своим коллегам, значит, на Западе. И потому что, значит, нам приходило, по письмам, которые и мне тоже приходили, истерия, истерия есть, эта истерия, она только укрепляет, укрепляет позиции власти в России. Вот так я скажу прямо. Потому что у людей, даже вот я встречал много там своих сотрудников и подчиненных в институте, которые сначала, ну, прям были в таком вот возбужденном состоянии после 22-24 февраля, а теперь говорят, что, ну, если они так, то мы им покажем. То мы им покажем. Но если они вот так о нас говорят, то все, мы назад не пойдем. Есть вот такая психологическая реакция на русофобию и критику России. И, как бы, вот третья составляющая – это политическое доверие, которое готовилось достаточно долго. Ну, с 2012 года там власти удалось и достаточно успешно поставить под контроль там некоммерческий сектор, некоммерческие организации, общественную жизнь. Помимо этого, в рамках голосования по Конституции, которое проходило, власти вообще все доверили лично президенту, значит, Российской Федерации. И проголосовали за то, чтобы президентская власть у нас в стране решала все. Сами граждане все вот это доверили. И, кроме того, вот это политическое доверие, оно воплотилось, в общем-то, в относительную такую, значит, политическую стабильность, на ряду с социальной стабильностью. Потому что в Москве, в городе, где там от 10 до 15 миллионов человек, ну, вышло там 3 тысячи человек, или от 3 до 5, некоторые называют там 10 тысяч человек, там 3 тысячи человек, значит, задержали на разного рода манифестациях. В других городах России, ну, было, может быть, там по нескольку десятку. То есть никакого консолидированной критики в отношении вот этих действий власти в России фактически нет. То есть выступлений опасных для самой власти нет. Может быть, потому что эти выступления опасны для людей. Вы же знаете, как законодательство резко поменяли. И статью дали сразу, и 20 лет за измену Родины можно получить, и критика армии до 15 лет. Может быть, настолько уже всех запугали, что боятся говорить? Тут же обратная сторона медали есть. Вы же сами говорите, что власти все сделали для того, чтобы стать властью. Здесь есть, ну, понимаете, власти удалось утопиться вот этой социально-политической стабильности там разными методами. И помимо этого, вот само отношение Запада к России и вот те проблемы безопасности, которые над нами нависли, они, в общем, поставили перед массой людей такой вот как бы однозначный патриотический выбор. То есть фактически сделали вот это вот решение безальтернативным. Безальтернативным в том смысле, что поражение вот в этой ситуации, которому как бы стали довольно тоже эмоционально и неуравновешенно призывать, в том числе вот эти журналисты на Первом канале, журналистка на Первом канале и разного рода там критики власти и здесь внутри, и на Западе. В общем, вот эта вся истерика, она в том числе связана с тем, что вот эта часть, либеральная часть общества проиграла. Проиграла она уже, как бы часть достаточно большая, вытеснена вот из страны, а большая часть российского общества ощущает безальтернативность победы. Вот как к этому не относиться, но вот это вот так. По моему мнению, конечно. Роман, а если к этому относиться, как к старой русской песне, «Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец», похмелье не будет ли тяжелым? Когда вот все, о чем мы сейчас говорили, вдруг, я предполагаю, гипотетически, все это была большая пьянка. Понимаем, да, о чем говорим? И вдруг наступит отрезвление. Сначала же похмелье идет, а потом трезвость наступает. Не может быть здесь такого сценария? Как говорили классики, в России надо жить долго. И тогда будет ясно. Потому что видите, вот эта российская история 20 века, она вообще показывала, что люди, которые живут долго, в общем, они меняли несколько государственных строев на своем веку, массу царей, генсеков переходили из одного устройства в другое. В общем, Михаил Сергеевич Горбачев, вот видите, дожил, значит, то вообще слома мирового порядка, который, в общем-то, стал происходить, значит, впервые с окончания Великой Отечественной войны. Это действительно, это глобальный слома мирового порядка. Пока, в общем, никто этим вопросом, по сути, не задается, судя по социальным сетям и так далее. Никто этим вопросом, значит, не задается. Скорее есть некоторое внутреннее ощущение, которое вызывает вот такую, значит, истерику оппозиции, в том, что из-под вот этого либерального, значит, оппозиционного крыла вообще, значит, выбиты все основания и все стулья. Наоборот, сейчас, значит, общество будет опасаться, наоборот, что придет, что может прийти какой-нибудь условный Навальный и заключить вот Брестский мир, как там, в 18-м году, и отдать пол России просто из-за того, что мы теперь просим прощения. Ну, идиотизм ведь тоже будет, понимаете? Это тоже вот как абсурдная ситуация, которая в сознании у людей, хоть у интеллектуала, хоть у простого человека, уместиться не может. Но мы поставлены вот в такие обстоятельства. Но, понимаете, я опять же, вот возвращаясь к тому, с чего я начал, я как социолог-политолог как раз призван профессионально, значит, объяснять и предлагать вот определенную причину происходящего. И с этой точки зрения мне легче, чем священнослужить ему. Как вы упомянули Горбачева, 30 лет назад мы помним перестройку, даже больше, это началось в середине 70-х, как помним все, да? А мне на ум, вот вы вспомнили, вы пришла песня, по-моему, «Машина времени» пела, да? Не будем прогибаться по изменению, потому что он прогнется под нас. Вы употребили слово «слом», и я согласен с этим. Идет слом полностью всех систем МАГАТЭ в связи с захватом во время этой операции нашими войсками Чернобыля и следующей АЭС, там, Запорожской, по-моему, да, где шесть энергоблоков. МАГАТЭ молчит, МАГАТЭ вообще, ну, не знает, что говорить, даже на связь не выходит, как я понимаю. ООН, НАТО, посмотри, я только упомянул три больших таких крупных там альянса или организации, но ООН – это вообще всемирная организация. Кажется, что расшатали все мыслимые и немыслимые. Ну, мир не пойдет сейчас как бы в разнос. Ведь нужны, мы понимаем, вот сегодня, ну, не знаю, как хаос, другого слова не приходит на ум. Хаос вот в политической, во всех вот этих международных организациях. Ты какой сферы не коснись, там, культуры, спорта, всех остальных. Вот я еще для расшатанного. Я сейчас скажу, нужны ориентиры, нужны какие-то пограничные столбы, что ли. Кто будет сейчас вырабатывать? Фактически мы подступили к 45-му году, да, когда мир начал договариваться о каких-то условиях, каким-то договоренностям пришли. После этого родилась ООН, и мир зажил вот до этого времени. Но вы оптимист, Альберт. Нет, если бы мы подошли к 45-му году, вы большой оптимист. Вы думаете, еще точка не подошла к этой, не пройдена? Ну, к сожалению, пока точки У, вот они прилетают. А остальное пока, мне кажется, что еще в процессе. Мы находимся вот в этом процессе. Для расшатывания основ я еще, как бы, скажу, что расшатывает и расшатало вот эти основы. Первое – это полное разочарование в самом принципе демократии и равничной экономики в российском обществе. Потому что 90-е годы это принесло достаточно много бед. И ничего хорошего не было. Ну, это чистая правда. И второе – это, в общем, лицемерие западного сообщества, что также, в общем, является фактом. Вот как бы это не воспринимать. Потому что позиция вот западного сообщества меня тоже, в общем, вот убила то, что Байден, в общем, Джо Байден, президент США, просто какими-то своими глупыми замечаниями и бездействием спровоцировал вот эту ситуацию. Я отошел в сторону. Я отошел в сторону. Что теперь он по станциями? Он не приедет к нам отдыхать? Мы так ждали его в санатории Воробьеву под Калугой. А теперь он не сможет путешествовать по России. И, собственно, о власти Украины и Зеленский, которому в личном плане можно сказать, что он человек действительно такой вот смелый, но в политическом плане он также занимался провоцированием России, что, собственно, и признал сейчас. Потому что постоянно добивался, значит, НАТО, вступления НАТО в Европейский Союз. Они ему ответили, в общем, показали ему фигу. Но вы же понимаете, что мы говорим сейчас, что и Запад демориализован, что и у них слом идет всех парадигм. Не только с нашей стороны. Вы сейчас отвечаете за нашу сторону, да? Что мы разочарованы. Но они также разочарованы. Меня больше не интересует судьба России, а то, что у них там идет слом какой. Ну, уже давно по поводу американского общества. Но вы же не одни в мире, Роман. Это с Трампа идет разговор по поводу раскола американского общества, в том числе по идеологическому параметру и по отношению к традиционным ценностям. То есть вы обозначаете сейчас линии разлома в американском. Да, ну линии разлома, да. Потому что я не экономист, не могу отвечать за вот этот экономический слом, который тоже, собственно, идет перераспределение ресурсов газовых и нефтяных. И то, что называется зеленым переходом в зеленой экономике в ЕС, это тоже вложилось в свой отпечаток, потому что ведь на фоне вот всего этого перед конфликтом Европейский Союз хотел шантажировать разные страны углеродным налогом. А то кто, если ты, там, если страна, значит, мало, то есть много промышленностей и мало лесов, она должна еще платить углеродный налог, грубо говоря, там, другими странами. То есть хотели и так перераспределить ресурсы. На этом вот накладывается и размежевание, которое касается традиционных ценностей. Поэтому здесь не нужно столь иронично, в том числе, относиться и к словам патриарха Кирилла по поводу, значит, идейного раскола, который есть в обществе. Ну вот смотрите, захват территорий, да, и перераспределение всех ресурсов. Ну, не кажется вам, что это архаика какая-то? Это что-то из прошлого уже. Например, сегодня никому не нужно захватывать, Китай не нужно захватывать Россию, они и так вывозят там, составы идут. Вот я летом проехал по Сибири, все, вся железная дорога работает туда почти, на Китай все, лес все природные наши скопаемые. Зачем мы входить туда, когда они и так все за бесценок выкачивают отсюда, получают все преференции? Можете сразу все вопросы затронуть? Это уж слишком глобальный уровень для меня. Я человек простой. Понял, хорошо. Но все-таки вот обнулилось же все, да. Все ищут или будут искать сейчас в мировой политике, вот вы как политолог, скажите. Потому что политика влияет на церковь, и церковь тоже влияет каким-то образом на политику. Но христианство и двигалось же политическим путем, захватывая страны, территории, государства, военным, безвоенным путем, неважно как. Это единственная религия, которая, ну, наша религия христианская нацелена на распространение. Ни индуизм, ни буддизм, ни другие религии. Ну, второй потом ислам пошел уже. Тоже распространять свою веру по всему лицу земли. И мы зависим от всех процессов, которые происходят сейчас. Мы очень зависим от этого. Вот вырушатся эти связи, да. Вы же понимаете прекрасно, вы сами обозначили эту точку разрыва между русскими православными здесь и в Украине. И в протестантов то же самое. Мы наблюдаем ужасные вещи. И я задаюсь вопросом, как мы будем выходить из этого, как мы будем ворчевать все это, священники в том числе. Вот если о новых людях, о новом времени, да, вот если так запараллелить на наших религиозных лидеров, посмотреть, вот мы посмотрели на политических лидеров, да, то мы видим, что сегодня религиозный лидер очень зависимый от повестки государственной. И когда сейчас произошел вот такой слома, все же молчат, не знают, что говорить, не знают, чью позицию занять. Прямо или косо. Вот вы написали этот, я пошутил уже, расстрельный список. Или как он? Свой список вы напечатали, против чего-то. Мне это показалось так забавно, это для двух судов. Для суда здесь, в Кремле и в ГАГе, наверное. Мы как-то так очень, ну, как социолог, наверное, подошли. Правильно, спокойно расписали. Я думаю, что я еще буду корректировать этот список Лункина, потому что вот оказалось, что нужно дать целый ряд таких дисклеймеров. И самое главное, вот этот дисклеймер касается того, что все, кто заявляли свою позицию, все, в общем, выступают за мир и против кровопролития. Что, в общем, оказалось неочевидным для некоторых критиков. Религиозные организации в данном случае и православные протестанты, и мусульмане, которые достаточно активно тоже заявили свою позицию и на Украине, и внутри России, играют, я думаю, что сыграют особую роль в достижении мира, в качестве миротворческой силы для организации диалога между разными сторонами и политическими, и религиозными. И в том числе в гуманитарной сфере. Но прежде всего это касается, конечно, обмена пленными и социальной поддержки всех пострадавших с разных сторон и беженцев. Роман, вчера, по-моему, или сегодня всеукраинский совет, религиозный совет выступил с заявлением. Но есть ли у нас в России такие лидеры, которые сначала выступали за войну? Например, я вот как член Всемирного Иоаннского Альянса, я бы только приветствовал и предложил наш Иоаннгельский Альянс, в том числе и Комитет по миру и примирению, который я возглавляю по Восточной Европе. Мы бы предложили свои усилия все и предложили свою помощь по урегулированию, чтобы обменять наших ребят на украинских, помочь в этом деле. Но все молчат, все ждут отмашки из Кремля. Насколько я понимаю, я знаком с нашим, по крайней мере, вот этим полупроцентовым протестантским миром России. Ну, я бы так его назвал. Ну, вообще, я бы сказал, что в протестантском мире, как и православном, достаточно большой разброс разных мнений. Согласен. Поэтому нельзя сказать, что все там ждут какой-то отмашки. Это, в общем, практика показывает, что в России достаточно многообразное общество. И даже по этому признаку в России есть гражданское общество, потому что очень много разных мнений, в том числе диаметрально противоположных. Религиозные организации – это такая миротворческая сила, которая, в общем, должна играть роль таких медиаторов, посредников и следовать и определенным религиозным ценностям, евангельским ценностям, если это касается христианских церквей. Но достигнуть вот этих целей можно при соблюдении там нескольких вот таких позиций. Надо вообще-то для религиозных организаций, если, конечно, они хотят именно ставить целью диалог и не что-то другое между странами, это избегать и, в общем, такого прямого повторения политических аргументов разных сторон. И с этой точки зрения я, к примеру, у себя в телеграм-канале уже раскритиковал заявление Всеукраинского Совета Церквей по обмену пленными. Потому что это заявление заканчивается, конечно, предложением поучаствовать в обмене пленных, но начинается с предложения фактически как бы сдаться. То есть вы там выйдете, вот там выйдете, вы такие-то, такие-то. Но так не начинает диалог вообще. Так может Зеленский начинать диалог, но не все Украинские Советы Церквей, если он хочет диалога и обмена плен. То есть избегать такого прямого повторения политической аргументации, хотя где-то она может присутствовать. Во-вторых, это, безусловно, акцент на помощи конкретным людям, которые, по-моему, сейчас есть во всех церквях. И в епархии русско-православной церкви очень активно помогают. Там белорусская церковь уже тоже православная подключилась. Баптисты-пятидесятники в Ростовской области, Курской, Белгородской, в самом ДНР, ЛНР. Протестанты и православные достаточно активно работают и с разных сторон. Я знаю, что там украинские протестантские церкви, пасторы, все поехали, те, у которых в США не сели, или в Германию, все поехали в Польшу помогать беженцам. То есть помощь идет со всех сторон. И вот в этой ситуации как раз лидеры церквей, они, я думаю, что сыграют вот такую ключевую роль в примирении. Ну, может, тогда не стоит вот заявление украинских советцев церквей рассматривать так критически, потому что это первый шаг, первый голос сначала. Ведь когда начинаются переговоры, потом позиции-то стабилизируются. Ну, стороны начинают договариваться до чего-то. Я понимаю вашу точку зрения, что они начали с чего-то, но в момент начала разговора, переговора, может быть, нам тоже где-то стоит подзабыть что-то, не обратить внимания на что-то и дальше просто начать. Ну, вот как переговоры ведутся сейчас между нашими украинцами. Были одни требования, потом другие требования, потом все как-то нормализуется, и переговоры переходят в другую конструктивную плоскость. Ну, все украинские советы церквей уже начал вот такое общение, что ли, с российскими единоверцами. 24 или 25 февраля уже было одно заявление всеукраинского совета церквей. И тоже, с моей точки зрения, ну, не совсем в миротворческом духе. И это изъявление было как бы повторено российским евангельским альянсом. Ну, может быть, тяжело. Ну, мне кажется, что это совершенно как бы, ну, с российской точки зрения, вот такие заявления вообще не ведут к диалогу. Тогда зачем они делаются? Ну, зачем делаются? Когда на тебя напали, ну, с их точки зрения, да, ну, тяжело держать себя в рамках и делать какие-то заявления. Хорошо. Я думаю, что... Это, простите, это простительно политикам. А советы церквей, где в том числе достаточно большую роль играют, значит, греко-католики и там бывший киевский патриархат по местным церковям Украины, которые прямо враждебно относятся и относились и до 2014 года, и после 2014 года, а тем более сейчас к России, к московскому патриархату, тем более. Я думаю, что именно поэтому резкость заявления, она повышена для организаций, которые обедняют религиозных лидеров. Ну, РПЦ вообще не замечена в любви ко всем остальным, кроме себя единственных, истинных правых и все остальное. Почему? Мы не любим Белорусскую церковь, а Молдавскую церковь православную... Подождите, мы сейчас с вами не как православно говорим, а как политологам. Латинскую Америку, Европейский экзархат и Европейские митрополии, русско-православная церковь. Мы любим весь мир. Роман, ладно, буду подводить, мы уже почти 35-37 минут в эфире. Что хотелось бы сказать? Наверное, никто сегодня в мире не в безопасности. Мы все в одной лодке. Насколько наше общество, вот как социолог, ответьте, пожалуйста, насколько наше российское сообщество понимает это, что это не так, что пойду постреляю тех, кто ему говорят, а вдруг тебя убьют, ну, а меня-то за что, да? Вот тут не напоминает вам сейчас эту позицию такую? Мы все в одной лодке, что если стрелять начнут, там, президент сказал расчехлить ядерные ракеты, да, то это может быть вообще концом земли. Стрелять не только мы одни же будем, да, мы видим это, люди стреляют в ответ. Понимает наше российское общество, что мы все, весь мир сегодня, наши политики оказались в одной лодке, и раскачивать ее, это опасно для всего человечества. Я думаю, что все-таки, как бы, обычный человек, обычный гражданин так далеко не мыслит, как бы, за, вот, пределы, что называется, российского пространства, российской территории. И вот эта, вот эта вся ситуация, она привела к тому, что, действительно, большинство российских граждан ощутили, что мы все в одной лодке здесь, внутри России, и другого пути, как бы, назад, значит, у нас нет. Вот это ощущение точно есть. Придет ли какое-то другое? Есть ли какие-то опасности для, как бы, глобального мира, которые, значит, исходят из этой ситуации? Это, мне кажется, вопрос такой вот, несколько, вот, далекий, и общество, вот этот вопрос меньше интересует, чем то, что, как бы, весь мир, весь западный мир, точнее, будет сказать, весь западный мир, он ощетинился на России. И та злоба, которая идет, там, в отношении, значит, русских, и в том числе и там русско-православной церкви, совершенно безосновательно, а, между прочим, вот, и несколько дней назад Европарламент принял резолюцию и с критикой, значит, сербской православной церкви, потому что Сербия поддерживает Россию. Здесь тоже лицемерие, в общем, зашкаливает. Вот эта вся злоба, она консолидировала российское общество достаточно сильно. И я думаю, что у людей есть ощущение такое, что мы действительно ищем и найдем свое новое место вот в этом новом миропорядке. И будем жить по своим правилам. Ну, не кажется вам, что это часть нашего вот такого православного, скажем так, кавычки беру, хотя это и без кавычек можно брать, мировоззрение, Москва, Третьий Рим и так далее, что мой богоизбранный народ, богоносец там и все остальное. И это сейчас распространилось даже на исламскую часть нашего российского общества. Не думали так? Вот, честно говоря, по боду концепции Москва-Третьий Рим… Я кажется, это было бы хорошей беседой на следующий… В данном контексте про Москву-Третьий Рим я даже вообще не слышал. Здесь этого даже не было. Про Москву-Третьий Рим. Идея русского мира, она же оттуда. Ну, вы знаете, дело в том, что в православном контексте… Это где-то глубоко же в людях сидит, очень глубоко. Я говорю про 500-летнее наследие уже вот этой теории, идеи. Русский мир, он стал определенным таким мифологическим понятием после 2014 года. И дело в том, что в русской православной церкви понятие «русский мир» не используется с тех пор, уже 10 лет. Ну, то есть, у него 8 лет не используется. И понятие «русский мир» теперь используется только на Западе. Да почему же? Дугино почитайте, я читаю, Александр Геевич. Нет, я имею в виду «русскую православную церковь». То есть, в самом православном вот этом дискурсе и в речах патриарха Кирилла никакого русского мира вы не увидите. Там есть «Святая Русь», там еще что-то такое. Но никакого русского мира нет. Всякие там безумные философы, они, конечно, могут его употреблять, но это, в общем, не имеет никакого значения для оценки официальной позиции русской православной церкви. С этой точки зрения русский мир полностью, как бы, уже 8 лет он на Западе раздувается и выдумывается совершенно самостоятельно, без даже нашего участия, без участия московской патриархии. И именно в связи с этим, я думаю, что и нет вот этой концепции «Москва-третий рим» и так далее. Потому что, опять же, проповедь от патриарха, он не то, что об этом не говорил, но больше говорил о Киеве. О Киеве, вот это духовный колыбель, и действительно, это то, что нас роднит. Ничего про Москву вообще не было. Ну, зато президент очень, как всегда, умеет наш выразиться. Помните, как сказал, мы как мученики пойдем в рай, а они все сдохнут. Это ж вот из глубины, откуда-то из сердца у него это выскочило. У него же экспромт часто возникает такой интересный. И мне кажется, это часть вот такого русского православного мышления. Во многих оно, наверное, с молокоматери, с генами наших предков передается почему-то. Да, ну вот мы с вами по поводу русского мира немного отвлеклись от православного мышления. Я думаю, что сейчас православное мышление, православное мышление в большей части обладает именно часть протестантских лидеров и, в общем, евангельское сообщество. Не могу не согласиться, согласен. Это связано с тем, что большое количество пасторов, они за последние 10 лет стали такими чистыми государственниками. Вот почитаешь или послушаешь, просто государственники, значит, абсолютно по идеологии. Ну, прикормили удачно их как-то, умело, скажем так. Ну, это естественно эволюция, идейная эволюция. Я бы не сказал, что это не зависит от корма. Это зависит, в общем, от общего развития страны. Куда идет общество, туда развивается, как бы дрейфует. Значит, и церковное мировоззрение, это тоже, в общем, один из таких социологических законов. От корма зависит, что ли, величина и размер, так сказать, ширина кости. Ну, корм – это понятие очень относительное, потому что иногда не в коне, а корм, как вы знаете. И еще есть один интересный момент, который я заметил, когда еще проводил давно исследование в Крыму. Это тоже в соцсетях, вот сейчас я заметил. Это контраст между мировоззрением пастора и мировоззрением его пасторы. Когда паства более патриотичны, чем пастор. Понимаете? Здесь возникает вот такой… В Крыму это прям был такой открытый конфликт, когда пасторы там бросали все, обижались на церковь и уезжали к себе на Украину. А церковь, она в эйфории распростерла руки по отношению к нашей Родине. Вот. И, соответственно, в данном случае мне кажется, что тоже может быть такой же момент. Тем более, что и сейчас тоже служители разные пишут о происходящем расколе в церквях. И на Украине, и в России. То есть это и там, и там происходит. Поэтому ситуация не такая простая, как вот об этом кричат на Западе. Те люди, которых в России вообще никогда и не примут в качестве политиков. Это говорю по поводу разных вот этих оппозиционных фондов, там Ходорковского, там Навального и так далее. Потому что они могут заключить такой Брестский мир, который унизит нашу с вами страну надолго и бесповоротно. Роман, я думаю, что это хорошее начало для следующей беседы уже с религоведом Романом Лонкиным. Договоримся на следующую тогда беседу. По мировоззренческим, по религиозным всяким воззрениям нашим. Будем очень рады услышать вас и ваше комитетное мнение у нас на канале. Спасибо вам большое. Хорошо, вам большое спасибо за то, что вы человек открытый для восприятия разного взгляда и понимания. Это большая редкость сейчас. Так и должно же быть. Кстати, вот моя позиция, как мне кажется, вызывает у некоторых столь жестокое возмущение, что люди настолько уже полиаризированы или туда, или туда, и не понимают, что так нельзя жить, это не ведет к миру. Я всегда говорил, что моя роль как епископа, как пастыря – стать в середине между этими и теми. Я говорил эту позицию, когда были выступления за Навального, сейчас в этой военной операции или войне, не важно, как ее называют, с той или той стороны. Потому что мне кажется, что забыли наши религиозные лидеры роль ходатай, как в Библии написано, кто встанет в проломе, кто встанет между этими и теми. И для меня это вопрос моей веры, моей совести, моей жизненной позиции – искать точки соприкосновения. Поэтому так легко найти, что нас разъединяет, обозваться, кинуться, но даже кидаясь в грязь или чем-то, руки у самого грязные будут. Поэтому лучше быть миротворцем, чем, в общем-то, я и стараюсь заниматься. Вам спасибо огромное. Абсолютно согласен. Спасибо вам большое. Напомню нашим зрителям, с вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». У нас в гостях был политолог, социолог Роман Лункин, Институт Европы, Российской Академии Наук. Роман, спасибо огромное. Благослови вас, Господь. Спасибо вам большое. С Богом. С Богом.